Всем здарова! Всем привет! Вы на канале Гамбита! Здарова, народ! И у нас вышел пачноут на Япе с третьей неделей коллаба. Да, у нас коллаб идёт три недели, вот только разработчики, наверное, забыли, что у нас коллаб идёт три недели. Поэтому, народ, добрый вечер, дамы и господа! Представляю вам новую Камилу, зелёного атрибута, как раз о том герое, которым я говорил последние пару видео и стримчиков, о том, что нас ждёт вроде бы как новая Камила. Сливы оказались правдивы, у нас выходит Камила, зелёного атрибута, в очень интересном баннере. У нас будет Синий Кинг, да, сразу спойлер Синий Кинг, это Элар Герой Новый. Ну и на самом деле очень прикольно, типа, фей, это, не, это уже второй фей Элар, и в принципе звучит неплохо. Но есть маленькая проблема, которую мы разберём чуть попозже. То есть у нас есть феечка, это Кинг в витрине, который получил Элар прокачку, на самом деле это обалденный линк для старого гаутера, да! А, Валентий, но я не уверен, что я хочу крутить Валентию в этой витрине, Рокси, прикольно, да, окей, хорошо, то есть первые три героя в принципе плюс-минус нормальные. Бесполезность, бесполезность, прикольный герой, но крайне сложно его реализовать, бесполезность, бесполезность, красный дед, возвращение красного деда, скип деда после, ну блин, нет, нет, я тоже не хочу крутить деда здесь. То есть витрина вроде бы как, но есть какие-то хорошие герои, например, два вот этих героя достаточно-таки редких, Кинг Элар герой, Рокси, которая для Бонда, шестая Рокси вообще в принципе звучит весьма неплохо, первая Рокси на аккаунт тоже звучит неплохо, но витрина слабая. Чертовски слабая витрина, я, наверное, говорю, это полноценный скип герой, как я и говорил, но давайте, может, разберём её скиллы, может, у неё со скиллами что-то поинтереснее будет, потому что, ну, персонаж практически на всю страницу. Итак, её пассивка увеличит базовые характеристики конкретного героя-союзника на 15%. Конкретные герои-союзники — это неизвестная раса, о боже мой, ещё один бафер 15% характеристик для неизвестной расы и 7 катастроф. Мне нравится то, что всегда гугл-переводчик переводит это как «семь язву», и я такой, блин, прикольно. Помимо этого, даёт 25% увеличение максимального АЗ, сопротивление к критическому удару, оборону от критического удара на один ход конкретному союзнику-герою с показателем суперприёма 4 или меньше в начале хода союзника. Ну, то есть, это на наши. Ну, там так же само будет идти истощение на наши. То есть, это, грубо говоря, копипаста на наши, только хуже. Потому что на наши реликам даёт тридцатку. Не, ну окей, хорошо, здесь 15% базовых характеристик, 25% максимального АЗ, 25% крит обороны, крит защиты. Получается, наши выиграют на 15% базовых характеристик, но у Камилы есть прикольный релик. Ну, а у Камилы есть прикольный релик, который увеличит атаку и степень пронзания союзников неизвестной расы 4-мя, либо меньше, сферами в шкале суперприёмов на 20%. Также уменьшает связанные с атакой характеристики врагов, использующих умение во время вражеского хода на 5% на один ход. То есть, идея этого релика, она прикольная, но для неизвестных. Но раньше у нас Камила 4-го, либо в основе, не давала никаких бонусов. То есть, грубо говоря, это новая зелёная Камила, это второй на Наши. Только есть ещё одно очень большое отличие между Нашей и Камилой в том формате, что релик на Наши сделать достаточно-таки просто, а релик на Камилу, извините меня, откуда вы? С белки. Там же геореликвии на Хеля, с белки. То есть, сделать этот релик будет достаточно-таки проблематично, реально проблематично. И ещё дополнительно шкаф. Окей, хорошо. У нас, например, по нарядам у нас есть 3 Камилы, 3 ЮАрных Коста, неплохо. А что касательно пушек, причесок. То есть, вот это всё дело надо будет покупать СССРное и прокачивать. Камила в парламенте прокачки ещё внешки дополнительные сверху, достаточно-таки дороговасенькая. К тому же, ну блин, зелёная Камила. Ну, я не верю в неё. К тому же, её реликвия, если разрабы не изменят описание, вот здесь. Потому что здесь только союзникам неизвестной расы. То есть, 7 язв, вернее, 7 катастроф, они здесь не учитываются. То есть, в релике учитываются только неизвестные. То есть, Камила для 7 катастроф, окей. Ну, просто окей. И если бы ещё вот этот релик работал бы для катастроф, тогда можно сказать, что... Не, ну слушайте, это уже смотрится прикольно. У нас есть Синья Рокси, у нас есть Элар Лилия. Возможно, как-нибудь получится закомбинить там 7 катастроф с чем-то подобного плана. Возможно, получится закомбинить, например, Сабнак. Потому что Сабнак тоже 7 катастроф. Но это неизвестные два человека. Но Сабнак сама по себе не играет особо от неизвестных. Она, грубо говоря, сама себя стакает. Поэтому, наверное, всё равно. То есть, Сабнак, Элар Лилия, Синяя Рокси... Ну, блин, это всё равно слабо. Это медленно, это слабо. То есть, новый релик особо не даст профита от слова совсем для... Ну, и новый герой тоже не даст. Ну, то есть, это небольшое усиление. Это копипаста на наши. Но в остальном всё. Потому что дальше мы получаем что? Мы получаем в конце хода снимает по одному отрицательному эффекту со всех героев и накладывает иммунитет к отрицательным эффектам на два хода. Это пассивка при трансформации. И да, эта пассивка работает, когда она в основе, но это ей нужно ультануть для того, чтобы трансформироваться. Скилл 450% урона одному врагу и истощает шкалу специального приёма на три деления. В принципе, звучит неплохо. А после трансформации этот скилл наносит уже меньше урона 360, ну, именно на голде. Так же самое истощает шкалу суперприёма, но при этом удаляет два умения. Ой, боже мой, это то же самое, что делает на наши. Это тоже... Это то же самое, что делает на наши. А у Ешка. 250% от урона всем врагам. Критический урон увеличен вдвое. У неё крит урон должен быть хорошим для того, чтобы она критовала. Ну, я думаю её как герой основы, например, да, то есть на наше Камила. Там очень сильный бурст атаки. Гамма, Тор, первый ход, либо Фитория. Первый ход это фулл мантим вайп, слишком много разгона получается. Ну, для Фитория, например, это слишком много разгона. Гамма тридцатку на наши тридцатку. Эд Малая, сколько накидывает, 15 к атаке, да, и ещё дополнительно реликом в двадцатку. Тридцать пять к атаке. Блин, там... Чего? Ладно, это китовая тема. Ну, типа, киты явно будут крутить, но мне она всё равно не нравится. Как замена на наш, она слабая. 300% от урона всем врагам при трансформации. И шанс крита увеличен в три раза. Ну, типа, ультимейт наносит дэмэдж. Здесь ультимейт... Там ультимейт у Камилы. У них стандартные суперприёмы у всех. То есть здесь не надо прям смотреть гугл-переводчик. Здесь просто трансформация на пять ходов отменяет все ослабления действующие на союзников и усиление действующих на врагов. Затем уменьшает максимальный запас на 6% за каждое отменённое усиление на три хода. Скалируется только вот этот шестёрочка. Ну, там это минимально. Это трансформация... Это ультимейт без урона. В этом проблема. То есть и того у нас получается, ну, какой-то очередной бафер неизвестных, но при этом катастроф. Но при том и неизвестных катастроф. Ну, короче, очень странный герой сам по себе. Пока на данный момент, если не брать китовую формацию, например, на наши... Вот это Камила, да, Гамма, например, и Фитория. Ну, я больше не вижу каких-то вариантов её использования. Пока на данный момент, да. Да, скаляция, базовый характеристик, это всегда круто. Плюс под реликвию с... Белки это тоже круто. Но это настолько дорого, что я не вижу в этом смысла. К тому же мы должны уходить в такую дороговизну перед фестивалем. Не забываем, что у нас всё-таки дальше будет фестиваль. Поэтому будьте аккуратны в плане своих гемов. Реально будьте аккуратны. Вот, то есть выходит Камила в слабом баннере. Полноценный скип. Ну, я, возможно, первую копию покручу, там, возможно, какие-то парочки видосиков запишу. Вот. Но это человек, который покупает месячную подписку, который иногда может чуть-чуть поддонатить дополнительно в аккаунт, когда есть там свободные финансы. Но свободные финансы не так-то и часто бывает. Поэтому, ну, 1-6, я думаю, хватит с головой. И дальше у нас выходит новый аларкин. И это всё во время коллаба. Вы понимаете, что это всё во время коллаба? То есть разрабы стреляют сами себе в колено. То есть они выпускают коллаб на 3 недели, договариваются, покупают авторские права. И такие, окей, хорошо, классно, всё, сейчас мы должны заработать с того, что мы реализовали коллаб на нашей игре, да, типа с оверлордом. А вот они такие, не, ну, мы во время коллаба предложим ещё одного героя своего личного, чтобы они ещё его покрутили, потратили туда. Зачем? Я не понимаю. Коллаб? Время коллаба. И выходит аларкин. Ну ладно, аларкин, в принципе, мог выйти во время коллаба, его не надо крутить. В этом самая большая прелесть, его не надо крутить. В плане скиллов нового кинга. На самом деле всё очень забавно, но я не понял. Давайте пробуем мы с вами разобраться, потому что, первое, увеличат базовые характеристики определённых союзников, но 20% определённых союзников это герои великанов, герои, феечек. Никаких неизвестных демонов, людей и тому подобного плана. Это чисто феи великаны. Всё, это бафер феи великанов. На 20% базовых характеристик звучит, уже хайпово. Дальше. В начале нашего хода, то есть хода союзников, накладывает дебаф на всех врагов, который уменьшает сопротивление к критическому удару на 40%. На 40% да. Сопротивление. То есть не оборона, мы не будем критовать больше, но мы будем критовать чаще. Потому что это уменьшение сопротивления. Дальше. Если все союзники формации являются героями фей, либо великанов, в начале нашего хода мы один раз анхапаем свои карты. И если враг находится в окаменении... Боже мой, это отсылка что ли на Галлана? Галлан была тоже такая самая пассивочка. Типа, если какой-то враг в команде оппонента будет в окаменении, наш исходящий дэмэдж увеличится на 50%. Дэмэдж наш будет увеличить на 50% исходящий. А при этом получаемый дэмэдж на 40% меньше. Ну то есть в принципе смотрится неплохо. То есть идея фей великанов, усиление фей великанов, Лар Кинг смотрится на самом-то деле прикольно. Это новый фестиваль типа Лар Кинга выпустили? То есть новый фестиваль это не человек, не демон, не неизвестный, это будет великан, либо феечка? Ну давайте будем так. В плане скиллов небольшая переработка, единственное что добавили здесь пирс дэмэдж, то есть x3 степень пронзания, да, и то же самое окаменение. В принципе если у нас команда состоит из фей великанов, у нас на первый раунд уже будет окаменение, что очень приятно. Но вопрос, да, что мы будем делать с мелом? Мел сейчас играбелен, мел умеет снимать дебафы. Что мы будем делать с мелом? Ну мел любит снимать дебафы, а окаменение это всегда один дебаф. Мел его с удовольствием снимет. То есть окей, хорошо, ранхап карт есть. То есть первая карта будет сразу второго левела, будет с окаменением, очень прикольно. Второй скилл просто увеличит нам связанные с АЗ характеристики на 10-15-20%, то есть будет бафчик. Связанный с АЗ характеристик 10-15-20%, баф связанный с АЗ характеристиками, так же сам ахилл. То есть единственное, что дополнительное максимальное АЗ. Ну связанное с АЗ характеристиками, такого формата. Ну типа ультимейт, просто баф базовых характеристик на 30% и тоже самый демедж с игнорированием обороны. Ну то есть, скажем так, ничего нового, но окей, хорошо. Мы получили кинга, который бафует 20% в команду феечек и великанов. Лады, лады, я сейчас пойду к феечкам. Давайте сначала зайдем к феечкам, кин же все же таки феечка. С кем мы будем играть? Минус 40% снижение крит обороны. Это крутая тема. Под кого? То есть кинга мы ее сзать не можем. Элэйн, окей, хорошо. Элэйн обалденно разгоняет кому-то демедж. Кому? У кинга есть окаменение, синглтаргетное. Возможно, оно будет бить много. Но я что-то сомневаюсь. Глокс? Окей, хорошо. Глокс тоже кайфовый герой, как феечка. Не вопрос. Но Глокс недамажный. Глокс оборонительный, а недамажный. Те в этом проблемы. У Глокса демеджа нет. А феечки все закончились. Если у вас старый Глокс. Кинги нельзя. Герхард, как дамагер. Вау, билайк. Хильбрам. Плпшный Хильбрам. Ну, он же феечка все-таки. Ну да, нужно играть в пвп, занимать топ-100, получать себе хотя бы какого-то Хильбрама для того, чтобы поиграть с новым... Ну, это странно. Ну, то есть я не понимаю. Окей, хорошо. Можем взять, например, Глокса. Но Глокс зеленый. Он разваливается против Демиурга Гельды. То есть нам нельзя брать зеленых атрибутов. Хорошо. Может, в Великанах есть что-нибудь прикольное? Но тут есть синяя Скади. Играет от дебаф. В принципе, возможно, 20% бафа для Скади. Но кто еще? Зеленую Диану взять нельзя. Красная Диана уже слишком устарела. Зеленая Матрона тоже оборонительный герой. Если не брать в учет то, что у нас на аккаунте может быть когда-то давно лежит Эрен Йегер. Он синего атрибута. Идейно он весьма неплохо будет бить. По красному атрибуту, возможно, это сразу в первом раунде ваншот Гельды. Ну, типа, идейно, допустим, так. Если вдруг у вас остался коллабный Эрен Йегер с очень-очень старого коллаба. Потому что он и человек, и великан одновременно. Так же самое, как Гельдой Демюрх и Сигурд. Но не суть важна. То есть в великанах я тоже не вижу дамагера. То есть если мы возьмем сейчас, на данный момент, просто сейчас, возьмем синего старого кинга. Мы дадим ему ЛР прокачку. У него будет реликвия, наносимый героем урон. 8% при атаке по слабленных врагах. Кайфово, круто, да? Уникальность дает 2% базовых характеристик. Кайфово, круто, да? Но у него из демеджа только сингл тарьет. И сингл тарьет и ультимейт. Потому что второй скилл это хилл. Ну и ультимейт. У нас игра не дает нам дожить до ультимейта. Алло. К тому же, ну, процентаж. Ну, окей, хорошо, у него ренхапнется карта, он кинет кого-то в окаменение. Например, мела либо Гельду. Либо, ну, мы должны мела как-то. Какой феечкой, либо великаном мы должны забрать мела. Пока надо... Это либо... Это либо попытка разрабов подогнать нас к тому, что новый фестиваль и вообще всадники будут как-то акцентировать внимание на феях либо великанах. Либо это просто мы все ноем и говорим, вот нет сильных фей. Вот держите, вот сильная фея. А каменение в первом раунде вам что, это не сильно что ли? А, ну, мы забыли, что у нас есть в игре синий мел, которого мы еще бахнули демиургом. Ну, он будет играть со свечками великаном. 20% базовых характеристик. Вам что, мало для великанов? Единственное, наверное, какой аут, это реально пытаться комбинить кинг-ган, наверное, с великанами. Потому что пока на данный момент это странно, потому что у великанов есть Матрона. Да, я понимаю, это странно звучит. Там, например, зеленая Матрона, да? У нее просто есть классная реликвия, которая увеличит базовые характеристики союзников великанов на 25%. Это очень сильный баф. Например, Матроны можем ставить четвертый слот. А в основу, например, Скади, который будет получать двадцатку от кинга, 25% от Матроны. Это уже 45% базовых характеристик. Это звучит уже вроде как даже неплохо и вроде бы как играбельно. Но у нас есть демиург, который получает столько всего, что даже страшно. Притом, ну, это все равно не перебьет скаляцию демиурга в плане атаки. Вы не перебьете, вы не выйдете за возможность не получить серый дебаф минус 30% исходящего демиджа от демиурга. Не получится это сделать. Ну, и Мила это в синей Скади тоже не особо... Ну, можно попробовать, конечно. Но я очень сомневаюсь, что вот эта комбинация сможет как-то пробить. То есть у нас есть схипная зеленая Камила, которая поможет китам немножко поиграть больше на неизвестных. Но при этом на зеленые. На нашу в основу. Ну, просто зеленая Камила будет сразу разваливаться от демиурга. Тут, как ни крути, она будет разваливаться демиурга ей. От второго хода она играть точно не будет. А нет, это скип-герой. Это киты немножко покатают, потому что киты могут катать на всем чем угодно. И все. Ну, а Ларкинг, я тоже особо не понял, куда его запихнули. Он вроде бы как хорош. Два с просто базовых характеристиками. Все, отлично, классно. Дайте нам феечек. Выпустите с Кингом феечку какую-то, либо великана. Нормального. Не Матрону очередную. Ну, типа, ну, серьезно. И донатный Магаз. Понятное дело, донатный Магаз. И у нас возвращение финального босса. Тармель-Сарель. Какого формата, да? Да, Тармель-Сарель. Скорее всего, их двоих вернут. Вот. Небольшая, скажем так, разогревочка. Да-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вот, все. Вернут нам старого финального босса. Ну, просто так, например, чтобы залутать внешку на Сарелье. И залутать внешку на Тармелье. Они, кстати, прикольно выглядят вообще. Ну, это окей, хорошо, забавно. Но проблема в том, что это весь патчноут. Где мне брать алар-монеты? Вопрос. Окей, хорошо, Лабиринт мне дал 50 алар-монет. Я, например, усилил кого-то. Чем мне делать алар-кинга? Где алар-монеты? Почему выходит алар-герой, но не выходит ни геройская арена, ни какие-то там ивенты с алар-монетами, для того, чтобы я мог попробовать сделать себе алар-кинга? Короче, это странная обнова. Такое ощущение, как будто реально в Марвлах там сменилось руководство, и не те старые руководства еще хотя бы плюс-минус понимало, что делало. Новый руководство такое, а что делать? А давайте алар-героя сделаем. А с кем он будет играть? Ну, это феечка. Кинг любил Диану. Ну, он любит Диану и феечек. Все, он играет с феями и великанами. Все, 20%. Ему большего не надо, ему не нужны никакие дополнительные герои. То есть, если в ближайшее время не выйдет какой-нибудь хороший фей, у Кинга не имеет смысла. Алар-кинг будет вообще бесполезный. Ну, потому что на данный момент без какого-либо фея, либо великана играбельного, сильного, агрессивного, ну, как Дими Урт, например, либо как Айнс, например, то есть такого формата, то, что может позволить вернуться великанам-либо феям на арену, ну, алар-кинг сейчас вообще бессмысленен. Я не понял. Ну, а Камила это сейчас крайне дорогой герой. Давайте так, мы сейчас покрутили коллаб. Это 6 новых героев. Нам выпускают Камилу. Это типа как бы 7 новый герой. Да, я понимаю, что это 7 неизвестный, но я уже не беру в учет то, что это неизвестный, потому что у нас в ближайшее время выйдет фестиваль. Ну, должен выйти фестиваль. И я все же таки ставлю ставки на первую главу Всадников. Ну, как бы уже пора. Пролог, когда уже месяц 3 назад прошел? Давайте, пора. Фестиваль Всадников. Первая глава, потом хэллоуинская витрина, потом еще какой-то, возможно, коллаб, какие-то ски-баннеры и уже новогодние фестивали. Вы, ребята, на разрабах все знаете. Расписание вам напоминать не надо. Нам уже пора, уже как бы середина, ну, это получается середина сентября. Этот герой выйдет еще недели так на две. И потом, ну да, с 12 по 26. И с 27, получается, у нас должен начаться ноябрьский фестиваль, который закончится хэллоуинской витриной. Ну, идея, наверное, так должно работать. А вот что, пока на данный момент вот этот герой... Окей, хорошо, в ней есть идея. В ней есть идея для неизвестных с гаммой. Потому что это гамма, она наша. Это весьма неплохой бурст... Ну, там 20-ка и 15. 35% бонуса к атаке получается. Итого, если у нас не замерзлись карты. Самый важный момент, если у нас не замерзлись карты. Гамма от 30-ку плюс 9% базовых характеристик. У нас первый ход будет в любом случае. От второго хода она не играет. Тут еще 15% базовых характеристики. Дополнительно 20-ка и 20% степени пронзания. Окей, неплохо. На нашу 30-ку накидывает. Там, например, какая-то фитория. Сабнак, я очень слабо верю, что Сабнак будет вайпать формацию. Ну, либо под какую-то... Ну, я не знаю. Не. Ну, типа Элар, Лилия, Рокси. Ну, они не будут вайпать. У них не будет такой прям ультралютой эскалиации. Как четвертый слот для катастроф. Окей, хорошо, это смотрится на наши для неизвестных. Это для катастроф. Но ее релик будет бессмысленен. Если мы не будем играть в катастрофе Сабнак. А катастрофы сейчас играют только с людьми. Ну, короче. Максимально абсурдное обнова. Я бы хотел сказать что-то хорошее, но пока это абсурд. Кинг ждет новых феечек. Ну, а если сделали Элар Кинга, возможно, какая-то подспорья под Элар феечек, наверное, такого формата. А где Элар великаны? Я не понял. Второй Элар феечка. Там какой-то очередности Элар демон и Элар архангел. Ни одного Элар неизвестного, ни одного Элар великана. Хорошо, что нет Элар неизвестных. Это прям очень радует. Потому что Элар неизвестный на наши. Ну, короче, такого формата. Я рад появлению Элар Кинга. Потому что они очередной Элар демон, либо Элар архангел. Такого формата. Ну, не знаю, ждем. Пока Кинг в режиме ожидания. Камила-то скипит баннер. Ну, типа, киты по одну копию как-то докрутят, наверное. Ну, я попробую докрутить одну копию себе, наверное. Вот. А потом уже дальше у нас будет ожидать что-то фестивальное. Ну, после завершения Камилы. Ну, то есть это еще у нас две недели. Я думал, неделя, потому что коллаб идет одну неделю. Но, походу, либо Камила будет идти во время фестиваля, либо у нас будет просто по окончанию коллаба просто скип неделя без ивентов. Просто заметьте, ни одного ивента. Вообще ни одного ивента. Ну, то есть финальный босс. Все. Не, я рад финальному боссу. Это 3, 5, 35, 40 гемов. Потому что в этом сундучке обычно еще 5 гемов тусуется. То есть 30-ку, я думаю, забрать не так сложно. 30-50. Ну, нужно в 60% войти. С чем того, что игра считает новичков и заброшенные аккаунты, войти в 60% достаточно-таки не сложно. То есть у нас здесь будет в районе так 40 гемов. Ну, 8. 38-40. 43 гема. Дополнительно. Ну, это приятно. Ну, это все. Не знаю, может быть, что-то на почту нам пришлют за извинение. Выход Камилы, но Марглы не извиняются. А новое руководство, наверное, вообще не шарит. Ну, потому что я не понял логики выхода этих героев. Вообще не понял. Пишите в комментариях, может, вы поняли логику этого героя. Хара уже нудить. Достал. Вот, все. Ребят, обзор прошел. Надеюсь, хотя бы как-то, может, вы поняли обнову. Пишите в комментариях. Может быть, реально это просто на... Это как, может быть, с Захардом. Потому что Захард на бумаге был классный, оказалось вообще бесполезностью. А вот Кинг вроде как на бумаге вообще никуда не идет. А кажется, на арене вообще великолепный герой. Либо там какой-то ПВЕ-контент будет вообще настолько великолепный, что прям без него никуда, как без Эларлис. Сомневаюсь, конечно, но, возможно, вдруг. Ребят, давайте будем верить чудо и на мету фей. Ну, хотя бы разок с выхода зеленого эсканоура. Ну, не Эларлиси, а обыкновенного эсканоура. Потому что феечки когда-то играли в команде Кинг Брама. Я просто сейчас прослезился на воспоминания после Айдлов. Играл Хельбрам, синий вот этот Кросс Кинг и красный Гаутер, который он хапал карты, отменял атаки. Было два окаменения, было источнение школы суперприемов. Короче, команда была бесячая. И это была, наверное, единственная мета фей за всю историю игры. Поэтому, ну, я бы рад был увидеть что-нибудь хорошее в плане фей. Но пока на этом все. Ладно, народ, до скорого. С вас комментарии и с меня еще контент. Берите себя. Увидимся на этом канале. Подписки, ставьте лайки, колокольчики, все дела. Верю в вас.